Проведет 7 дней за решеткой. Именно такое наказание назначил сочинский суд для сотрудника пятерочки, который избил покупательницу. В боксерский ринг мужчина превратил зал магазина. Во время ссоры он ударил женщину кулаком в лицо. Причиной словесной перепалки, которая закончилась рукоприкладством, как утверждают свидетели, стала разбитая бутылка коньяка. Момент нападения очевидцы сняли на мобильный и выложили в соцсети. Поступок полицейские расценили как мелкое хулиганство и дрочуна задержали. Найти вора помогла служебная собака. В Крыловском районе стражи порядка задержали молодого человека, которого подозревают в краже автомобиля у пенсионера. В дежурную часть обратился житель хутора Казачий. Мужчина рассказал, что ночью к нему в дом проник неизвестный и украл ключи от машины. После пропал и автомобиль. На след преступника вывел полицейский пёс. Через несколько часов хутора задержали в соседнем районе. Он спал в угнанной ладе. Пошёл, взял ключи, проехал в Крыловскую. На этой машине, да? Да, взял друга и поехал. Права у тебя имеются? Нет. Свою вину молодой человек отрицать не стал и добавил, что на преступление его толкнуло желание покататься. Сейчас подозреваемый арестован, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Тернистый путь к сладкой жизни. В Краснодаре молодой человек на несколько минут превратил одну из улиц города в стихийный рынок. Чтобы привлечь покупателей на мёд, продавец выбрал довольно необычный способ. Он клеил объявления прямо на тротуар. И пройти мимо такой рекламы люди просто не могли. Такой маркетинговый ход не оценили коммунальщики. И листовки быстро оказались в урне. Сейчас молодому человеку грозит штраф за незаконную торговлю. Пропускал пешеходов и получил удар в задний бампер. Банальная авария произошла на улице Тургенева. Водитель кроссовера притормозил перед зеброй. Этого не увидела владелец хэтчбэка. Девушка нажала на педаль тормоза, но было уже слишком поздно. Чьей страховой компании придётся раскошелиться, здесь ясно и без инспекторов. Чтобы установить виновника этой аварии, сотрудникам ГИБДД придётся изрядно постараться. На улице Красной проезжую часть не поделили автомобиль с шашечками и серебристый седан. Водитель такси передумал поворачивать и резко вывернул руль вправо. К такому не был готов другой участник движения. Мужчина попытался уйти в столкновение, но избежать ДТП не удалось. Итог – две разбитые иномарки. Соблюдай дистанцию и не придётся краснеть перед едущим впереди автомобилистом. Небольшое ДТП произошло на кольце 40 лет победы и российской. Владелец универсала не захотел уступать дорогу отечественному седану и нажал на газ. Проехать дальше водителю «семёрки» это не помешало, а вот автомобилисту иномарки – напротив. Он врезался в малолитражку. После столкновения на месте образовалась пробка. Грубо нарушил правила и стал виновником мелкой аварии. На пересечении улиц Минска и Каляева водитель хэтчбэка забыл, как выглядит знак «уступи дорогу» и выехал на перекрёсток. Что из этого вышло, нетрудно догадаться. Подобная авария произошла и на улице Кожевиной. Леди на седании не обратила внимания на знаки и врезалась в иномарку. Выяснить отношения участники ДТП не стали. За рулём обоих автомобилей оказались девушки. Не смогли разъехаться на абсолютно пустой дороге. Невнимательной стала причиной аварии на улице Красноармейской. Водитель «Лексуса» выезжал со стоянки и не увидел корейский седан. Движению эта авария не помешала, а вот сотрудников ДПС пришлось изрядно подождать. Вызывать сотрудников ДПС не стали и договорились на месте. На кольце 40 лет победы российская водитель хэчбэка так спешил проехать, что решил повернуть низ своей полосы. Это не понравилось владельцу внедорожника. Мужчина нажал на газ и оставил царапину на машине наглого водителя. После аварии автомобилисты не отказали в удовольствии покричать друг на друга. Не поделил дорогу с отечественным седаном. На кольце Селезневая Ялтинская водитель иномарки так хотел обогнать шестерку, что решился на таран. Почему его машиной на ходу отпился багажник, владелец ВАЗа понял не сразу. Мужчина пошел посмотреть, в чем же дело, и только тогда понял, что стал участником ДТП. Еще больше аварий с дорог Краснодара вы можете увидеть, подписавшись на наш YouTube канал. Субтитры создавал DimaTorzok